На этой неделе на киноэкраны выходят триллер о фантастическом реалити-шоу и пара романтических комедий. Подробнее о них в конце выпуска, а пока про главное. Состоялась премьера новой биографической драмы от мастера жанра Оливера Стоуна. Нам всем тоже надо туда залезть. Он защищает свои пароли. Начнем с того, что вы назовете свое имя. Меня зовут Эдвард Джозеф Сноуден. В 2013 году произошла одна из самых больших и громких утечек информации в истории американских спецслужб. Источником утечки стал Эдвард Сноуден, чей послужной список включал работу на ЦРУ и Агентство национальной безопасности. Конечно, и до того, как эти данные стали достоянием общественности, ни для кого не было секретом, что спецслужбы злоупотребляют своими возможностями и полномочиями. Но масштаб слежки, как за иностранными гражданами, так и за американцами, который стал очевиден после разоблачений Сноудена, просто поражал. Прежде чем его имя прославилась на весь мир, Эдвард на протяжении многих лет работал на правительство Соединенных Штатов. В 20 лет Сноуден, преисполненный патриотизма, записался добровольцем в армию. Однако служба оказалась короткой. Конец ей положила травма, полученная во время подготовки. Зато Эдвард был на ты с компьютерами. Так что начал работать специалистом по безопасности, и вскоре его таланты оценили в ЦРУ, где он и продолжил свою карьеру. После трех лет в разведывательном управлении Сноуден перешел в компанию Дэл, а после трудился на Агентство национальной безопасности. Карьера Сноудена шла весьма успешно, но попутно он все больше разочаровывался в системе, на которую работал, и ее методах. Это разочарование привело Эдварда к судьбоносному решению — попытаться открыть всему миру глаза на то, как нынче работают американские спецслужбы. К 2013 году Сноуден собрал обширный архив секретных документов о программах слежения, используемых правительством Соединенных Штатов. Он перебрался в Гонконг, связался с журналистами, убедил их в правдивости своей истории и вскоре так громыхнуло на весь мир. Одни посчитали Сноудена преступником и предателем, другие — героем и борцом за свободу. А голливудские продюсеры сочли его человеком, чья история заслуживает быть перенесенной на большой экран. На фабрике грез всегда любили героев в одиночку бросающих вызов системе. А уж когда герой невыдуманный, это вдвойне интересно. Снять фильм о Сноудене предложили прославленному Оливеру Стоуну, признанному мастеру биографических картин. Поначалу режиссер не горел желанием браться за проект. Одно дело — переносить на экран события, оставшиеся в прошлом и неплохо изученные, вроде президентства Никсона. И совсем другое — делать кино о том, что произошло совсем недавно, рискуя из-за неполноты картины погрешить против истины. И все же соблазн заняться столь интересным и громким сюжетом оказался весьма велик, и Стоун взялся за проект. Ради него режиссер отказался от другого амбициозного биопика, который должен был рассказать о жизни Мартина Лютера Кинга. Посмотри на меня. Пользовался ли ты программами, не имея к ним надлежащего допуска? Решив снимать картину о Сноудене, режиссер подошел к делу серьезно. Он летал в Москву, где теперь живет бывший агент, и встречался с ним самим, чтобы лучше узнать и понять Эдварда. Впоследствии примеру постановщика последовал и исполнитель главной роли Джозеф Гордон Левитт. Большие голливудские студии без энтузиазма восприняли фильм, посвященный столь спорной фигуре, как Сноуден. Так что режиссеру пришлось потрудиться, чтобы добыть для фильма бюджет. В итоге деньги нашлись во Франции и Германии. Наконец, Стоун сумел собрать по-настоящему звездный актерский состав. Журналистов, которые рассказали миру историю главного героя, сыграли Закари Куинта, Том Уилкинсон и оскароносная Мелисса Лео. Роль девушки-протагониста досталась восходящей звезде Шейлин Вудли. Наконец, Николас Кейдж сыграл многоопытного агента ЦРУ. В отличие от большинства персонажей картины, его герой вымышленный. Хотя сюжет Сноудена и основан на реальных событиях, это все же художественный, а не документальный фильм. И в происходящем на экране есть доля фантазии, авторов. Кроме того, на этой неделе в кинотеатрах появится триллер «Нерф», главная героиня которого Ви, чтобы заработать денег, соглашается участвовать в необычном реалити-шоу. Его герои должны выполнять различные задания зрителей. Чем выше опасность, тем больше и награда. Ви вместе со своим напарником становится звездой шоу. И вскоре им приходится бороться не только за деньги, но и за свои жизни. Настолько высок становится риск. Третья часть романтических приключений Бриджет Джонс. Загрутив романа сразу с двумя мужчинами, она оказывается в крайне деликатной ситуации. Она беременна, но не знает от кого. И это, конечно, приводит к массе комичных ситуаций. Отечественная комедия «Жених» о борьбе за сердце красавицы между двумя соперниками. Ее бывшим мужем, простым русским парнем Толей, и новым женихом, немцем Гельмутом. В США пятерку лидеров кинопроката замыкает анимационная комедия «Робинзон Круза. Очень обитаемый остров». В Штатах мультфильм, в оригинале называвшийся просто «Робинзон Круза», сменил название и превратился в дикую природу. Впрочем, сборам это особо не помогло. На счету ленты всего три с половиной миллиона долларов. На четвертую позицию отступает отряд самоубийц. Американская касса наконец-то миновала отметку в 300 миллионов долларов, а общемировые сборы превысили уже 700 миллионов. На третью ступеньку опускается чемпион последних недель триллер «Не дыши». За это время картина успела заработать в мировом прокате почти 90 миллионов долларов. На второй позиции дебютирует психологический триллер, когда тайной становится явным. На старте новинка собирает 15 миллионов долларов и ворох негативных рецензий. А на первом месте стартует еще один новичок. Очередной режиссерский проект легендарного Клинта Иствуда. Основанная на реальных событиях драма «Чудо на Гудзоне», повествующая об успешной аварийной посадке пассажирского авиалайнера в Гудзонском заливе, стартовала гораздо хуже ожиданий и заработала 35 миллионов долларов. Если учесть, что американский снайпер, самый кассовый хит Иствуда, сначала вышел в ограниченный прокат и заработал за первый уикенд меньше миллиона долларов, то «Чудо на Гудзоне» показывает лучший старт в режиссерской карьере Иствуда. В российском прокате на пятую строчку отступает Джейсон Борн. На вторую неделю фильм существенно просел в прокате. Общие сборы не достигают и 200 миллионов рублей. И тем не менее это по-прежнему лучший показатель в истории серии. На четвертой ступеньке дебютирует «Чудо на Гудзоне». Хотя фильм стартует и лучше ожиданий, по итогам выходных он довольствуется скромной суммой в 65 миллионов рублей. Тайная жизнь домашних животных после четырех недель на вершине уступает лидерство и довольствуется бронзой. Впрочем, вряд ли кто-то всерьез расстроится данным событием. Ведь в минувшие выходные российская касса картины ожидаемо перевалила за 2 миллиарда рублей. На второй ступеньке дебютирует еще одна анимационная комедия. Хулиганский мультфильм полный расколбас. Ленте остается только мечтать об успехе тайной жизни. Ее активе всего 78 миллионов за дебютный уикенд. С другой стороны, рассчитывать на более вряд ли бы позволил возрастной рейтинг 18+. А на первом месте дебютирует очередной голливудский проект Тимура Бекмамбетова «Бен Гур». В том, что картина возглавит отечественный прокат, никто особо и не сомневался. А вот сборы получились слабее прогнозов. За выходные фильм заработал всего 150 миллионов рублей. С другой стороны, предыдущая картина Бекмамбетова «Авраам Линкольн. Охотник на вампиров» собрала на старте и того меньше. На этом все. Смотрите только лучшее. Начнем с того, что вы назовете свое имя. Меня зовут Эдвард Джозеф Сноуден. В 2013 про «Главное» состоялась премьера новой биографической драмы от мастера жанра Оливера Стоуна. На этой неделе на киноэкраны выходят триллер о фантастическом реалити-шоу и пара романтических комедий. Подробнее о них в конце выпуска, а пока в этом году произошла одна из самых больших и громких утечек информации в истории американских спецслужб. Источником утечки стал Эдвард Сноуден, чей послужной список включал работу на ЦРУ и Агентство национальной безопасности. Конечно, и до того, как эти данные стали достоянием общественности, ни для кого не было секретом, что спецслужбы злоупотребляют своими возможностями и полномочиями. Но масштаб слежки как за иностранными гражданами, так и за американцами, который стал очевиден после разоблачений Сноудена, просто поражал. Прежде чем его имя прославилось на весь мир, Эдвард на протяжении многих лет работал на правительство Соединенных Штатов.